В эфире информационно-правовая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Закрыт очередной интернет-магазин, через который реализовывали спайс. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства по улице Социалистической в областном центре. ДТП под Борчевкой. Девушка насмерть сбила пенсионера. На стадии завершения уголовного дела о закрытии интернет-магазина, торговавшего спайсом. Почти 30 томов криминальной биографии участников организованной преступной группы вскоре будут переданы в суд. Сегодня мы раскроем некоторые подробности деятельности интернациональной группы наркодельцов. Интернет-магазин по продаже психотропных веществ заработал на территории Гомельской и Гродненской областей с конца апреля 2014 года. Первоначально задержали потребителей, затем по крупицам собиралась вся необходимая информация по закладчикам и организаторам. В ходе задержания отдельных участников группы было изъято полтора килограмма наркотических средств. Треть этого объема – чистейший реагент для 6,5 тысяч разовых доз. Также в ходе оперативно-следственных мероприятий было зачищено множество закладок с отравой в различных районах Гомеля. Закладки – это деятельность мелких курьеров. Состав данной организованной группы составлял 10, но в данный момент нам установлено 10 человек. Это лица, которых мы знаем, а также помимо данных десятерых есть неустановленный организатор и неустановленный оператор. Значит, 8 из 10-х – это граждане Республики Беларусь, гражданин России и гражданка Украины. Возраст с 95 по 97 год и только гражданка Украины у нас 83 год. Все остальные молодые люди, 80% из них, по-моему, только двое работающие, все остальные безработные. Следствию известно несколько сотен адресов, с которыми интернет-магазин держал связь. Примечательно, что сам процесс покупки отравы при всей конспирации носил элементы игры. Этакий квест под названием «Найди клад». Координаты закладки покупателю высылались как данные навигатора. По ним впоследствии уже сами милиционеры зачищали город от травы. Все потребители, они выходят на данный сайт, им рассказывают, куда им дальше зарегистрироваться, как общаться. Потому что это все конфиденциально, с паролями и со всем остальным. Наш оптовый курьер, он приехал сюда с конкретной задачей наладить сбыт особо опасных психотропных веществ. На территории города Минска он забирал большие закладки. Нерасфасованный реагент, который привозил на территорию города Гомеле и у себя по месту жительства, расфасовывал, делал миксы, то есть это уже спайсы с добавлением всех ингредиентов, как растительное вещество. Правоохранители не на шутку обеспокоены. Проблема спайсомании, несмотря на серьезные меры противодействия, остается нерешенной. Как показывает практика, данные вещества приходят сначала на территорию Российской Федерации из Китая, после чего доставляются на территорию Республики Беларусь. Не пугают дилеров и огромные сроки лишения свободы за наркоторговлю. А происходит это и в силу колоссальных прибыли наркодельцов, и в силу популярности среди молодежи курительных смесей. Печальные примеры кровавых оргий, устроенные под спайсом, увы, ничему не учат. Заглянул в гости, чтобы узнать, где можно найти общего знакомого. Хозяин, вопреки ожиданиям, не стал выдавать координаты товарища, за что поплатился жизнью. Гомельский городской отдел Следственного комитета Республики Беларусь завершил расследование уголовного дела по факту убийства нигде не работающего жителя областного центра 75-го года рождения. События развивались в феврале этого года. Утром 13-го числа в одном из домов по улице Социалистической в Гомеле был обнаружен труп мужчины со следами побоев. Следствие установило, что погибшим был хозяин жилища, снаружи больше похожего на притон. Накануне 12-го февраля вечером к нему заходили незваные гости. Уроженец города Гомеле, ранее судимый, имеющий погашенные судимости, перешел к своему другу с целью отыскания общего знакомого. В ходе расписи спиртных напитков потерпевший отказался предоставить данную информацию обвиняемого, за что был жестоко избит и скончался на месте происшествия. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. Обвиняемый признан психически здоровым. Согласно части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь, ему грозит срок от 6 до 15 лет лишения свободы. Не первый год проводится разъяснительная работа по поводу ношения фликеров в темное время суток. Эта деталь увеличивает шанс пешехода быть вовремя замеченным водителем и избежать столкновения, а значит остаться живым и невредимым. В минувшую субботу скоробную статистику погибших пополнил 54-летний гомельчанин, переходивший скоростную автотрассу Брянск-Брест в районе деревни Борщевка Речицкого района. В 11 часов вечера на автодороге М10 Гомель-Кобрин пешеход переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток без световозвращающего элемента. В итоге он был сбит девушкой-водителем. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход на месте ДТП скончался. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Девушка только в январе этого года получила водительское удостоверение. Предварительно на момент совершения столкновения была трезва. У погибшего также взяты биологические образцы. Назначен ряд экспертиз. Специалисты абсолютно уверены, что если бы на одежде погибшего были светоотражающие элементы, как и требует правило, трагедии наверняка удалось бы избежать. Наличие у пешехода светоотражающих элементов позволяет водителю заблаговременно обнаружить наличие препятствий в полосе движения. В некоторых случаях это расстояние может увеличивать на несколько десятков метров в зависимости от погодных условий и состояния дорожной обстановки. Что позволяет водителю своевременно принять меры по экстренному торможению транспортного средства и дальнейшему предотвращению дорожно-транспортного происшествия. В 2016 году на дорогах области с участием пешеходов совершено 68 ДТП. Травмировано 72 человека. Погибло 10. Как сделать наши дороги более безопасными? Вопрос непростой. Ежегодно в Гомеле растет количество автомобилей. Многие пересечения центральных улиц требуют более решительных мер. Строительство подземных переходов и новых транспортных развязок. Ежегодно количество автомобилей на дорогах областного центра прирастает на 20 тысяч единиц. Чтобы в такой же пропорции не росло и количество ДТП с участием пешеходов, принимается целый комплекс мер по оптимизации дорожного движения. Это и расширение улиц до шести полос, где это возможно. В этом году, к слову, так реконструируют интернациональную. Это и строительство новых дорог и пересечений. Таким образом городские власти планируют объединить Полеску и Кирово через улицы Докутович. Это и строительство подземных или надземных пешеходных переходов. Проблема пешеходных переходов подземных в нашем городе и их строительство уже давно поднимается в госавтоинспекции. Причем при проведении прямых телефонных линий очень часто мы и от граждан слышим, что в том или ином месте необходим подземный пешеходный переход. И, конечно же, мы добивались и будем добиваться того, чтобы в городе нашем как можно больше было подземных пешеходных переходов. О необходимости именно таких мер говорит и статистика. Там, где построены подземные переходы, не зарегистрировано ни одного случая дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пешеходы. То ли дело места насыщенного движения автомобилей и пешеходов. Пожалуй, главная такая конфликтная развязка – площадь Ленина. Во время праздников перекрытие этой артерии буквально парализует весь город. Потому есть необходимость принимать меры, чтобы как-то развести автомобильные потоки на разные уровни. Наиболее оптимальный вариант – подземные пешеходные переходы. Конечно, лучше будет, если будут подземные пешеходы. Мне кажется, это лучший вариант. Чем меньше людей, тем безопаснее на дороге. Подземный переход нужен на интернациональные. Вот там точно нужно. Я считаю, что нужны они. Ну, пора как-то менять городов, первых. А во-вторых, ну, это удобнее для движения транспорта. И хоть гомельчане время от времени вносят такие предложения, реализовать все так скоро не получится. Дело даже не в наличии бюджетных средств, а в новых требованиях закона. Такие глобальные проекты должны соответствовать всем нормам, техническим доступам, градостроительным требованиям. Надо учесть точку зрения историков, чтобы не изменить культурный облик центра Гомеля. Все это требует времени. Получение прединвестиционной стадии – это перспектива этого года. Рассмотрение вопроса по всем согласованиям, по допускам и утверждение прединвестиционной стадии – это вопрос этого года. И в зависимости от того, какие там, скажем так, будут требования и какая будет определена сумма, будет рассматриваться вопрос по ведению работ по проектированию. И тогда будет уже определено, возможно ли приступаться к этой теме в этом году. Или это перспектива или следующих периодов, или вообще будут определенные, скажем так, запреты и требования, которые нам скажут о том, что мы подступаться к проектированию данных участков. Поверьте, все вот эти необходимые согласования пока не будут получены, мы в дальнейшем подступаться к каким-то работам не намерены. А пока городские власти меняют облик города поэтапно, параллельно работая по нескольким направлениям. Речь идет о крупных объектах, таких как восточный обход, соединение север-юг города Гомеля, а также проблемы узких пересечений некоторых улиц. Реализуя эти две концепции, поэтапно, с учетом финансовых возможностей, власти планируют сделать более безопасным движение пешеходов и автомобильного транспорта на улицах областного центра. Несмотря на некоторую передышку, вызванную относительно благоприятными погодными условиями в плане пожарной безопасности в лесах и на Торфянниках, спасатели все равно не остаются без работы. Ранним утром во вторник жители деревни Щербовка Гомельского района потревожил вой сирен. Боевые расчеты МЧС на четырех автоцистернах спешили на ликвидацию пожара на территории местного фермерского хозяйства. Горел пиломатериал, хранящийся под навесом. К моменту прибытия было установлено, что на территории фермерского хозяйства огнем охвачен вклад навес с пиломатериалами, а также горели пиломатериалы, хранящиеся на открытой площадке. Спасателям потребовалось около часа для тушения данного возгорания. В результате пожара огнем полностью уничтожен навес, также привезены пиломатериалы, хранящиеся под навесом и на открытой площадке. Причина пожара устанавливается – одна из рассматриваемых версий занесения постороннего источника зажигания. Фермерское хозяйство, согласно документам, начало осуществлять производственную деятельность 2015 года. Основной вид – выращивание сельскохозяйственной продукции. Для обустройства внутренней отделки помещений на территории работала пилорама, а также хранились пиломатериалы, часть которых и была уничтожена. По данному факту проводится проверка. В этом году лицеи заканчивают 38 лет. Чтобы стоять на этой площади, им пришлось в свое время выдержать жесткий конкурс при поступлении и не снижать высокой планки на протяжении всей учебы. Заведение в полной мере подтверждает высокое звание лицей. Так, в этом году учащиеся покорили несколько призовых мест на республиканских и международных предметных олимпиадах. Плюс на их счету – вторая ступенька на международном конкурсе по пожарно-спасательному спорту и место в тройке лидеров республиканских хоккейных соревнованиях «Золотая шайба». К тому же, года, проведенные в этих стенах, научили парней ответственности, патриотизму и дружбе. Это вот братство, это семья, чувство плеча товарища. Потому что, когда ты понимаешь, что 38 человек понимают тебя с полуслова, поддерживают. Традиционно большинство выпускников лицея после его окончания поступают, если не в ВУЗ Министерства по чрезвычайным ситуациям, то в другие силовые учебные заведения. Навыки, которые они получают во время учебы, во вступительной кампании дают хороший перевес среди абитуриентов. Это уже ребята готовые, командиры взводов, отделений в наших учебных заведениях. Я знаю, что и в силовых структурах, и в Академии милиции, и в вооруженных силах они приходят уже на курс подготовленный. И им гораздо проще. Тем более, они уже осознанно выбирают профессию. Они знают и тонкости, и сложности, и трудности. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин